Доброе утро, Татьяна Кочергина Доброе утро, Татьяна Кочергина Доброе утро, Татьяна Кочергина то масштабы и поля два с половиной на три с половиной метра то есть это размер поля на котором робот танк будет преодолевать препятствия то есть он не обязательно танком будет любая форма форма да конечно любая но на гусеничном ходу и нужно сбивать и проезжать препятствия поэтому в любом случае это танк препятствия они будут стартовать параллельно примерно или по очереди по очереди они стартуют по очереди каждая возрастная группа на своем поле стартует преодолевает препятствия жюри смотрит как эти препятствия проходят как преграды сбивание прохождение маневрирование и засекается время получается мини танковый биатлон да по сути да по это да ребенку нужно будет управлять роботом пультом или он прописывает программу маршрут полностью они управляют своими мобильными телефонами устанавливают программу и на мобильном телефоне там специальные кнопочки а и танк двигается собирать его будут как-то в режиме реального времени или же это заранее будет нет все команды приезжают со своими танками уже готовыми моделями да сколько их 25 команд уже прошли регистрацию да и завтра сегодня сегодня мы сегодня стартуем 25 команд по два ребенка по два участника два пилота у нас первый день сегодня первый заезжай выезжает пилот завтра на финале второй и и баллы и время суммируется и определиться победить два участника один танк до 25 танков очень мало масштаб немаленько кто будет судить все это дело потому что я понимаю тут действительно тут много нужно навыков иметь чтобы вот это вот специалист по танковому ну во первых у нас все танки пройдут так называемый пит-стоп то есть мы их будем взвешивать смотреть их размеры обязательно а взвешивать смотреть их размер чтобы они соответствовали то есть могут не допустить да но я уверена что все пройдут это поскольку знают и вес и размер все будет в этом плане в порядке а далее наставники нашего центра будут стоять судьями на полях и также у нас будет эксперт с нашего дальневосточного военного командного училища который будет смотреть как же эти танки маневрируют а как они проходят препятствия и скажу по секрету у него будет отдельная номинация за личный не командный а личный зачет и самого лучшего пилота он в боку возьмет учиться мне кажется что это будет отлично тем более что они так болеют за вот инновации различные кажется пора открывать факультет какой-то айти айти военных мне кажется было бы здорово скажите пожалуйста да 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 вообще мы приглашаем ребят с 8 до 17 лет но у нас определилось две возрастные категории это с 8 до 12 и 12 и старше в первой возрастной категории там 16 команд и 9 команд это старшего возраста ребята приедут но уже нельзя я так понимаю заявиться поучаствовать но я сейчас для тех кто наверняка заинтересовался этим спрашиваю а куда можно попасть потому что я понимаю что эти мероприятия в календарь конечно не заканчивается что еще будет конечно же не заканчивается ну во первых прямые трансляции на наших соцсетях этого мероприятия можно посмотреть можно посмотреть очень и в инстаграм и в контакте то есть вся эта информация будет открыта и ребята и девчата смогут посмотреть и девчонки у нас тоже принимают участие пилотами не такие розовые танки смешанные команды а у нас стартуют со 2 июня профильные смены нашего центра совместно с лагерем колосок с нашим любимым лагерем две профильные смены со 2 по 10 июня и с 13 по 21 июня приглашаем ребят с 12 лет до 17 там они смогут на смене научиться чему-то новому или свои компетенции войти сфере наоборот развить что там будет за эти девять дней правильно да за 9 дней у нас ну мы планируем собрать 10 команд мини команд человек по 12-15 чтобы они научились 3d моделированию smm проектирование игр и их продвижение то есть там очень много сфер в которых ребята смогут себя немножечко попробовать это педагоги эти клуба куба она педагоги нашего центра дети с нуля могут быть да да мы готовим программы для разного уровня разного уровня подготовки ребят поэтому для каждого думаю найдется интересное а если он чего-то много много знает он сможет научить таких же ребятишек как и он поэтому мы при мы приглашаем деток чуть постарше поскольку нос эти сфера она интересна для всех но малыш который 8 лет подойдет компьютеру он знает 5 кнопок это стрелки пробел потому что он чаще всего играет да ребенок в 12 лет он уже более осознанно подходит к машине и начинает и программировать и конструировать и интерес у таких ребят у нас больше и качестве не то есть вы очень вкусно рассказываете обойти на самом деле интересу правда тем более когда такие мероприятия проводят мне кажется что глаза вот тут и загораются в этот момент мы для этого и работаем чтобы у деток глаза загорались и они опять возвращаемся к страхам родителей все боятся что дети сидят в телефонах гаджетах в компьютерах что его не оторвать но ведь это не страшно если его немножечко направить если бы чтобы он развивался в этой сфере чтобы он искал интересное да в интернете да при помощи соц сетей но когда ребенок уже знает что он хочет он на плохое не будет смотреть это точно он будет смотреть то что ему интересно татьяна удачи вам в этом танковом красивом мероприятии уверена что смены тоже будут переполнены вам спасибо что пришли к нам спасибо приходите к нам в гости тоже а мы ненадолго прервемся 10 минут самых актуальных новостей в эфире амурского областного телевидения смотрим внимательно и не переключаемся и и